Добрый день, привет, с вами Plasma1345 и мы наблюдаем работу украинского пулеметчика похоже с борта Ми-8 и ПКМ, ПКТ. Короче, сбивает он Геранша-хед-дрон. Как видим, работает очень эффективно этот процесс, потому что дрон медленный и вертолет тоже довольно медленный, так что попытался я это тоже самое сделать в DCS. Есть ссылка под видео на скачивание карты, так что сами можете это попробовать. У меня нету Ми-8, так что есть Хьюи. Так что летим на Хьюи, а наши дроны будут китайские Wing Lung-дроны. Они чуть побольше, чем Герань, но посмотрим, что можем сделать. На первом видео я буду использовать пулемет М60 калибра... 7-6-2. Я думаю, что он и над 7, может и над 7. Кажется, 7-6-2. Просто тяжелый пулемет. Так что обрабатываем этот дрон. По идее, то же самое, что ПКМ. Но, как видите, дрон у нас довольно живучий, также может быть, что я довольно такой сильный мазила. Насчет политической части этого видео. Ребята, война полная задницы. Надеюсь, что скоро закончится. Просто было удивительно, как подбили этот дрон эффективно и на F-16, не на Ми-29, просто на вертолете с пулемета. Умно и просто. Поэтому решил попытаться то же самое повторить. А за счет войны задница полная. У меня и семья, и там, и там, и где. Короче, возвращаемся назад. Работаем с Хьюи, обрабатываем этот дрон. Второй тоже пролетает. Попали по нему, но не подбили. Переходим на третий. Я начну стрелять под вот этой центральной балки на опережение и также корректирую падение пули, потому что это все посчитано в DCS. И вот есть подбитый дрон. Переключаемся на второй. Начинаем тоже обрабатывать центральную балку. Каким-то образом, ну, работает. Вот, второй подбит. Я вам скажу, это довольно непросто. А в настоящем полете это, наверное, вообще бешено, потому что вертолёт же трясется. И пулемет, отдача и все остальное. Ну, короче, молодец этот пулеметчик. Работаем над третьим. Пролетает мимо. Есть попадание. А саму миссию вы можете скачать ссылки и себе поставить их тоже попытаться пролететь. Восьмого у меня нету, но я думаю, мы его себе тоже должны поставить. Попробуем эту троицу, которая прилетает мимо, пока посмотрят, как этот дрон подбитый. Пикирует и все. А пока мы подбили еще один. Это такой, знаете, довольно такая веселая тировая миссия. Просто для проверки оказалось, что довольно весело. А еще что можно сделать? Вообще можно на этот Хьюи поставить миниган. С миниганом вообще полный прикол. Потому что он, ну, как сказать, очень агрессивно отрабатывает. Я это видео тоже заложу, загружу. Но решил на русский язык тоже перевести, чтобы на меня не обижались. Я только на английском языке видео делаю. Подписывайтесь на канал. Ставьте комментарии насчет войны, как я говорю. И война, я скажу, это все тяжело, плохо. Надеюсь, что попадет скоро. А то, что молодцы придумали использовать вертолет для дрона. Ну, смекалка. Добрая русская, украинская смекалка. Зачем портить МиГ-29, который недостаточно быстро летит, недостаточно медленно летит. А тут целый вертолет подальше от фронтовой линии. Дрон же летит на автопилоте, так что им можно разобраться. Вот это кадр из миссии, то есть миссию загружаете. Даже если у вас есть Хью, и вам не надо садиться в кресло пилота, просто нажимаете 3 или 4 на клавиатуре, и потом нажимаете полет. Таким образом, автопилот будет вести вертолет по курсу, а вы сразу садитесь на пулемет и можете с него отрабатывать. Ну, короче, такое вот видео. Надеюсь, понравилось. И выложусь с миниганом тоже. Пока-пока.